yo это entire music началась запись и как обычно в бытовых условиях но чуть получше уже наушники с чуть получше микрофоном и это уже хорошо будет удобнее работать так сегодня как обычно ничего не планирую многие там жалуются мол я долго объясняю что-то но я хочу подробнее просто донести что все было понятно и из-за чего и почему и как ну плюс я не профессиональный блогер там у меня нет никакого сценария плана я просто приблизительно только думаю что я хочу рассказать видео и делают но сегодня я подумал показать допустим как из какого-то более-менее обычного звука сделать необычный для трэп бита для еще чего-нибудь ну возможно я буду использовать грузбит и эффектор это такие два любимые стандартные плагинов фл studio кстати недавно вышла фл studio 20 которая официально поддерживается на маке теперь не нужно ничем утрить у кого mac тот рад и счастлив здоровья успехов удачи короче ладно продолжаем тему вот я возьму допустим какой-нибудь из родных генераторов и родной звук даже скорее всего так синтезатор special хармор морфин морфин там интересно есть звучки да сейчас чем выберем нам надо или лид или был так сейчас чего-нибудь выберем вас fox horse этот счет от из кстати довольно арпенжиратор неплохой на игру ну мы допустим наверно эту мелодию и возьмем так так сейчас что-нибудь сделаем более извиняюсь человек не подготовился ну вот и достаточно будет я думаю для треп бита это как основной какой-то синт и вполне пойдет ну сейчас что-нибудь хотя мелодия кстати довольно мне нравится может быть не сильно и менял не то что мелодия сам синт вот первое эквалайзер чтобы нам ничего не мешало я обычно срезаю там до 100 150 герц зависимости от того что это за звук иногда и даже больше немножко что за звук и в каком частотном диапазоне его буду использовать здесь у нас от средины до лау-мид мид вот у нас кстати написано для тупых таких как я умеет мид частоты все принципе герц и килогерц и написаны обычно так на слух на глаз примерно только вижу и смотрю в общем я сильно там не настолько хорошо осведомлены в этих науках так ладно теперь собственно мой любимый плагин эффектор тут тут есть много эффектов distortion забыл обязательно отключаем байпас ну и обязательно это как бы для того чтобы постоянный эффект работал distortion это понятный ряд мой любимый эффект лоу-фай показываю как он работает а примерно в таком режиме он звук в общем искажает здесь мы выставляем доли насколько меняется и так понимаю звук насколько сильно как бы он меняется зачем-то тут разные волны так ну и в общем есть два варианта просто найти какой-нибудь подходящий более-менее диапазоны оставить в нем а или сделать автоматизацию x и грека осей параметрических этих ну собственно я хочу я обычно этого не делаю на сегодня попробую крыт 2 автоматизационных клипа и сейчас будем что-нибудь делать с ними так да так че-нибудь плавное нарастание затухание поэтому опять поэтому опять c и 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 она здесь кстати кстати можно сделать допустим вот типа такого по тушке для того чтобы сильно не заморачиваться и долго не долбаться над всем треком я потом просто использую это автоматизацию везде допустим я так устраивает сделай погромче чтобы лучше было слышно сам трек так можно также еще один эквалайзер после применить допустим чуть не за подрезать затем я обычно использую реверберацию также для изменения она сразу живности добавляет какой-то живости звуку если кто не знает здесь и я так понимаю вот это объем как бы но не объем а его слышимость слышимость вот именно по эффекта помещения так скажем это сама реверберация громкость хвоста реверберации вот это сама длина хвоста но это параметры различные самой реверберации но это вот величина комнаты и и как бы стенность количество углов насколько мягкая она будет эхо там хвоста обычно большая дело а это громкость самого чистого звука оригинально уже здесь такой небольшой пик сделать все ну и допустим дальше я буду просто копировать этот же фрагмент вставлять ну куда-нибудь сюда так сейчас мы чуть-чуть подровняем чтобы было все четенько ну собственно так и делается звук все я могу уже стоп и больше ничего не продолжать но я все-таки сделаю еще кусочек сам бит как это будет звучать есть еще куча различных сэмплов инструментов вот кстати грозбит я поговорил давайте еще добавим грозбит но только желательно его до реверберации ставить но давайте пожертвуем эквалайзером разбить и там вообще очень интересно можно прописывать различные формулы вот эти залипания ну вот здесь просто можно его поставить также можно использовать стерео шейпер дилея добавить допустим чтоб объем не звучал звук и и и и вот типа того мы оставим потому что не хочу надолго растягивать возьмем какой-нибудь сейчас кик простенький из тех сложная доработа подбирать инструменты это всегда начинается перекладывание я просто уже примерно помню свои любимые сэмплы так и тут только тогда немножко надо поменять это мы сдвинем в конец это сюда чтобы нам не сдвигать кик но слишком не будем заморачиваться сделаем типа такого вот мой bandicam антивирус убил хотя отключил защиту вот ну бокс так теперь это извиняюсь люблю резких это вообще поэтому я обычно убираю немножко хвост да и обычно пишу в пьяна ролл так делаем чуть-чуть так делаем чуть-чуть В общем, сейчас я делаю дорожку хэтов. Такие более-менее трэп. В общем, сейчас я делаю дорожку хэтов. Надо будет немножко еще мельче для того, чтобы вот такую штуку сделать. Или можно вот так. Ну и опять же, хватит для такого, я слишком длинную дорожку не буду делать. Так, и самое главное. Это наш басок, трэп бас. Очень, конечно, очень плохо, что в этом паке сэмплов не пишут ноту баса. Не пишут ноту сэмпла. Это херня, потому что если бы была написана нота... Кстати, вот пользуясь случаем, в envelope мы вот здесь правой кнопкой мыши выставляем ноту, и тогда оно у нас правильно звучит. Здесь я как человек нот на слух не определяю, потому что не слишком с этим знаком. Я не знаю, какая это на самом деле нота. Я просто по слуху приходится мне подбирать. Если у человека слух, ну, не очень хороший, да, ему это будет сложно сделать. Ну вот, такие дела. Кстати, ну, в envelope мы все равно зайдем. Во-первых, мы отключим атаку, не такую. Вот этот кик с атаки нужно срезать. Так, во-вторых... Спасибо, кстати, комментаторам. Мне подсказали envelope, чтобы пользоваться. Ну, как подсказали. Я это, в принципе, знал, но я реже им редко пользовался. Сейчас стал часто обрезать атаку, потому что у меня сэмплы в основном вот такие баса. Везде идет в начале кика, и очень слишком мешает мне вот эта хрень. Так, crossfade, который тоже я показывал, урок по нему. Под crossfade я сейчас стараюсь обрезать сэмплы, чтобы хвост был не слишком длинный. Вот у меня есть сэмпл оригинальный. И есть 4.2, это который я обрезал хвост, чтобы можно было нормально подобрать crossfade. Так, теперь пробуем, что у нас вышло. Все это, что я сейчас делаю. Данное действие, можете подостать мой канал, если кто еще не видел. Я по всему этому делал уроки. Ну, хватит тоже. Я обычно делаю длиннее гораздо дорожки баса и хетов, но так как это просто урок совсем о другом. И сейчас я попробую отключить эффекты, как будет звучать бит без этих эффектов, которые я сделал. Сейчас, секунду, еще на мастер-канале я кидаю обычно изотоп и мейджер. У меня приблизительно эффекты уже выставлены, которыми я пользуюсь, чтобы каждый раз не выставлять вручную. Ну, я выставляю максимайзер и мейджер. О, еще один мейджер открыл. Вот. Я обычно уже все... Ну, и так же само, у меня, допустим, компрессор есть, примерно подстроенный. Потому что компрессор я для баса частенько использую, или для кика бывает, чтобы он более живо и резко звучал. Поэтому у меня уже, как бы, есть стандартно настроенные некоторые прессы. Ну, опять же, автоматизацию где-то можно отключить без автоматизации, просто дальше звук продолжить. Ладно. Так, теперь отключаю все, что я сюда кидал. Слушаем так. Хэты, блин. Я тоже люблю объемные хэты. Мне ж по ушам оно, блин, режет. Ну, хотя бы шейперкино. Сохраняем очередной проект. Как обычно. Йоу. Это был Entire Music. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. Всем удачи и хороших битов. Йоп.